Ну что, пригодились вам грамоты за активное участие в жизни класса? У меня даже не было такой. Да я потому что и не участвовал в никакой жизни класса. В Питере динозаврик на катере спас пьяную девушку из Невы, сообщают СМИ. Кто-то пишет, у меня только один вопрос. Какого хрена у вас там в Питере происходит? Уж какого хрена, вот нормально всё, чё, динозаврики и МЧСники спасают девушек. Девять кругов ада, девять месяцев учёбы, девять классов. Совпадение? Не думаю. Аида пишет, девять месяцев беременности. Сделано на Руси. Перед битвой снимать. Отдать девице, пусть постирает. Это ярлык на кольчуге. Хотя зачем стирать кольчугу, она же металлическая. Обожаю таких людей. 19.00 отправлено, 19.00 доставлено, 19.00 прочитано, 19.00 набирает сообщения. Действительно, красавцы, просто. На Ямале у бомжа украли 62 тысячи рублей. Почему у бомжа есть деньги, а у работающего меня нет? Действительно, откуда у бомжа столько денег? А я понял, это потому что он за квартиру не платит. Это Тед. Он сегодня впервые прокатился на лодке. Он надеется, что вам нравится его жилет с жирафами. Он сам его выбрал. 13 из 10. Молодец, Тед. Мы тоже надеемся, что тебе будет интересно кататься на лодке. А еще, прикольно, что Тед сам выбрал себе этот жилет. Видимо, Теду нравятся жирафы. Друзья мои, если вам нравится жилет Теда, который он сам себе выбрал, то ставьте лайк этому ролику. В Германии двое пожилых пенсионеров сбежали из дома престарелых, чтобы сходить на рок-фестиваль. У пенсионеров выдалось веселое лето. Это волейболь. Да, волейболь. Состав. Стакан молока, сливочного масла, 0,5 стакана сахарной пудры. Е-У-Ы-Е-У-Ы-Е-У-Ы-Е-У-Ы 0,5 стакана. Понятно? Вот такой вот состав. Вещи, которые я ненавижу. Первое. Вандализм. Второе. Ирония. Третье. Списки. Какой интеллектуальный юмор. Ого, прикольный чувака галстук. А еще смотрите, что у него там нарисовано непонятное. Какой-то паук. Или что это? Короче, он ходит по офису в смешном галстуке и рисует какие-то странные рисунки. Наверное, он генеральный директор. Это самый сложный в мире лабиринт. Старт, финиш. Конец. Когда на вписке кто-то врубил Владимирский Централ. Кто-то внизу пишет. А потом еще Арабскую Ночь из Аладдина. Да, Арабская Ночь это вообще хит всех времен. Особенно припев там. Супер мощный, крутой. Его прям на полную врубить охота. У вас, по-моему, кот протекает. Сейчас капать начнет. На пол. Котятами маленькими. Последняя цифра твоего Лукича определит, какие у тебя будут кроссы. Глеб пишет. Если 6-7, то я буду самым четким в школе. Данил пишет. Нет, ты будешь самым четким только в таких ботинках. Копатыч. Это не стареющее существо. Мы уже с вами решили в прошлом видео, что он вампир. Второклассник угнал третий автомобиль за неделю и устроил ДТП в Уральске. Кто-то пишет. Я во втором классе даже в ГТА столько машин за неделю не воровал. Когда попробовал компот в школьной столовой. Друзья мои, я помню, нам давали кисель. И это просто было адовое пойло. Его было невозможно пить. Оригинальное кольцо и оригинальные сережки. Очевидно, это разработка японских дизайнеров. Ну, как же это красиво, когда у тебя шестой палец, например, или четыре уха. Ну, я не знаю, чем они руководствуются, изобретая такое подобное говно. Мамка забанила. И чувак такой, Майнкрафт, мне всего лишь один годик, но я уже хочу играть в Майнкрафт. Дети рождаются запрограммированным желанием играть в Майнкрафт. Наверное. Юбисофт. Вид сверху, вид сбоку. Я ничего не имею против Юбисофта. Юбисофт подарил миру очень много прекрасных игр. Но, блин, логотип реально какой-то странный. Особенно вид сбоку. Ладно, это просто фантазия пользователя интернета. Окей, Гугл. Правда ли? Правда ли, что убийца Пушкина и убийца Лермонтова потом стрелялись на дуэли за суперкубок? Я думаю, можно это спросить у вашей училки по литературе. Хотя, лучше не стоит, потому что вдруг она не понимает приколов и поставит вам парашу. А теперь представьте, к вам подъезжает такой вот полицейский и спрашивает у вас. Прозвите документы, а ты на него смотришь и не понимаешь. Или не употреблял. Если бы я был смертью, то, по-моему, отличный вариант для смерти. Особенно фламинго. А всё началось с того, что я принёс тапки. И тут хозяева залезли тебе на шею. Заварить кофе, сходить в магазин, займись огородом. Хотел бы себе такой. Чёрт, я бы хотел себе такой. Бесит, когда это прилетает в тебя на уроке. Да, действительно, особенно пуля. А вот подобный эксперимент опасен для жизни. Если бы меня спалили за подобным делом в школе, то пришлось бы реально объясняться в кабинете у директора. А прикиньте, заходишь в директор, а он сам сидит доширак жрёт. И вы потом такие, типа, ай, ладно, всё, забыли, забыли, всё, и расходимся. Вроде всё правильно делаю. Да, и сзади такой хвост из полицейских машин за тобой. Или нет, из полицейских единорогов. Это очень странная фотография. И знаете, что я думаю? Попробуйте сами прокомментировать её как-нибудь в комментариях. Я частенько читаю комментарии и угораю над вашими ответами. План эвакуации. Бегать по кругу и орать А. Доктор, принимайте эти таблетки по одной в день всю оставшуюся жизнь. Пациент. Ну а тут всего три таблетки. Доктор, всю оставшуюся жизнь. Кто-то пишет. Лайфхак для врачей. Как сообщить печальную новость? Детская горка прямиком в ад. Посмотрел бы я на качели на этой площадке. Или на карусель. Лучшие студенты. Джейсон Стэдхэм учился в МВА имени Скрябина. Не хватило шлема. Блин, это крутой шлем. Он полтела защищает. Если не дай бог, будет авария. Тётка упадёт, и полтела у неё останется целым. Всё в порядке. Надо всем такие шлемы выдать. Правда, надо будет водителю дырочки прорезать. Ну, чтобы он видел, куда он едет. Хотя с таким шлемом не страшно. Можно ехать шлипую. Четыре всадника апокалипсиса. Я даже не знаю, какой из них самый страшный. Пожалуй, тот, у которого глаза на ушах. Мне пофиг, насколько у тебя тонкий монитор. Интересно, когда-нибудь технологии будущего дойдут до того, что котики не смогут лежать на мониторах? Мне кажется, только ради этого разрабатываются более тонкие мониторы. Чтобы котики на них не могли лежать. Текущее подключение. Чавапчичи подключено. Это называется Чавапчичи? Номер автобуса? У тебя кукушка поехала. С котом базаришь. По-моему, это молодой куклачёв. Я добрый красавчик. Ананас. Окей, Гугл, смертельная доза. Смертельная доза огуши. Ну, теоретически, можно съесть столько огуши, чтобы от неё умереть. Ну, например, от разрыва желудка. Просто запихивать в себя огушу немеренно, пока ты не лопнешь. Это сложно. Любой человек после того, как спросил у меня дорогу. Где я? Что это за... Ну, вы поняли. А, что-то коснулось ноги. Я тебя сфоткаю. Но я не готов... Щёлк. За секунду до бдыщ по щам. Нет, может быть, он умный кот и первым делом отпустит конец резинки, которая у него во рту. А ещё, смотрите, на заднем плане у него из пола растёт гриб с синей шляпкой. Или что это такое может быть? Когда оставил 12 рублей с дачи кассиру. Чувак, твоя подружка это... Рука? Звучит как-то двусмысленно. Когда пофиг на правило. Ноу уруру. А, уруру это типа не урчать. Но, может быть, он тихо стоит. Он не уруру делает, а просто сел и всё. Господи, как только не измывались над лунтиком. А ещё, мне кажется, там лежат семечки. Посмотрите, что-то чёрное. Блин, лунтик грызёт семечки. Лунтик гопник. Похоже, девушка в шоке. Я так понимаю, это что-то типа варенья или аджиги. Или томатная паста. Но котику, походу, нравится. Ему вкусно. У меня тот период, когда дети уже называют на вы, а взрослые называют девочка. Антон, 32 годика. А что, если открыть палатки, в которых можно готовить фруктовую шаурму? Здесь, в этой мире, ты можешь быть кем пожелаешь. Хороший выбор. Реально, можно лежать, ничего не делать. Пожрать да спать. Только у котика странное лицо какое-то. Антисмайлик. Я пирог, а ты нет. Блин, звучит как оскорбление. Ну и что? Я могу набить себе татуху на груди, написать «Я человек, а ты нет». И ходить перед пирогами. Пускай им тоже будет обидно, что они пироги, а не люди. Ох уж эти девушки. Я с тобой не разговариваю. Через пять минут. Чё молчишь? Когда ты встал с дивана в 25 лет. Кто-то пишет, у меня так друг умер. Может быть, ты слишком резко встал. У тебя перегрузки от такого напряга. Ничего себе с дивана встать. Куда солнце повёз? Это новая интерпретация басни или сказки «Краденное солнце». Показалось. Прикольно собачку постригли. Эту фотографию нужно было запихнуть в раздел «Мой хозяин идиот». Для элитных пассажиров. Блин, только мне одному не нравятся вот эти все накладки, накидки, ковры на мебели, на диванах. По-моему, это смотрится не круто, как-то старомодно, что ли. Любим, помним, скорбим. Русалочка. Ариэль. Смотрите, даже положили две гвоздички. Будет прикольно, если человек, который это фотографирует в супермаркете, стоит такой с фотиком, и сбоку идёт охранник, и видит всё это дело, и такой «Ты чё творишь? Ты чё дурак? Иди отсюда!» Когда друг, пытаясь вытащить тебя погулять, рассказывает, как там офигенно на улице. А ты ему «Блин, давай лучше ещё одну катку». «Привет, чем занят?» Сижу на паре, жую жвачку и слушаю музыку. «Я бы тебя выгнала. Не получится. Почему? Я препод». Внимание, игра! Берём название фильма и меняем одно слово в нём на Олег. Погнали, я начну. Планета Олегов говорит нам мем. Влад пишет «13 друзей Олега». В общем, пишите в комментариях ваших Олегов. А если вы Олег, то вам вообще, наверное, круто будет. «Да, чувак, у тебя реальные проблемы». И все такие ходят, фоткаются и думают, «Блин, чё делать? Чё делать?» Если бы рыбы курили, то как бы они это делали? Так или вот так? Как я вижу людей, которые долго набирают сообщения. А потом, когда он не набирается, он бьёт кувалдой по нему. Вор в законе. Блин, нифига себе, котика жизнь раскорячила. Он, можно сказать, сел на шпагат. Чего трубку не берёшь? Я за рулём. Господи, кто вставил сюда руль? Зачем? Сидеть и представлять, что ты едешь на велосипеде? Нет, на Харли Дэвидсоне. Когда я решил наготовить коту еду на его ДР. Мне кажется, коту тут нужно только... Рыба, всё. Всё остальное это уже... Левое что-то. Посмотрите, слева даже пирамиду построили. И в Египет ехать не надо. В интернет слиты фотки со съёмок новой части. Я перестал смотреть пилу после четвёртой части. Потому что мне она надоела. Мам, забери меня, пожалуйста, я в гостях. Куда подъехать? В отделение милиции. Чувак стоит. Можно побыстрее, пожалуйста, у нас там дом горит. Нам нужно срочно тушить пожар. Блин, что это такое? Недоразвитый Халк? Гений. Я придумал, как сэкономить на свадьбе. Как? Свадьбы не будет. Чё смотришь? Тащи запаску. И сзади чувак катит такое же колесо. Друзья дорогие, не забудьте ознакомиться с моими книжками. Ссылка на познакомительные фрагменты. И на, собственно, сами книги в описании под этим видео. Посмотрите, попробуйте. Вдруг вам понравится. Вдруг они окажутся вкусные для вас. Нам нужны твои навыки, убийцы. Вот деньги. Цель хитрая и опасна. Убери свои 12 рублей. Я не буду выгонять осу из комнаты. Фёдор пишет. Или поднимаешь до 20. Или сам с ней как хочешь разбирайся. Бог в помощь. Павел пишет. За 30 рублей всё будет выглядеть как несчастный случай. Вы упали? Нет, блин, резко лёг. Летом 18.00. Я проснулся. На Плутоне лето длится 40 лет. Это получается, что летние каникулы на Плутоне длятся 40 лет? Значит так. В 7 лет ты идёшь в школу. Учишься год. Наступают летние каникулы. 47 лет плюс год. Получается в 48 лет ты идёшь во второй класс. Отучился второй класс. Наступают летние каникулы второй раз. Умер. Доктор, мне осталось жить 59 секунд. Подождите минуточку. Ох, нихренаж себе. Это пицца сникерс или нет, это пирог сникерс. Друзья мои, кто бы хотел такой попробовать? Однозначно ставьте лайк, если хотели бы такой пирог или пиццу сникерс. Много зарабатываешь? Достаточно. Вчера, например, купил дом. Кто-то пишет. У меня на такой-то денег нет. Да, лего дорогой конструктор. Ничего не скажешь. Мне кажется, построить в реальную величину дом из лего будет дороже, чем купить, блин, настоящий дом. Если ты всегда так думал. Птица с коровьем вымям или вымем, выменем. Короче, с коровьей сиськой. Реально, почему это называется птичье молоко? Какое еще нахрен молоко? Это тот случай, когда училка такая тебе не глядя. Давай дневник. Ты ей. Я его забыл. Она тебе. А голова дома не забыл? Ты молчишь. Она на тебя смотрит и видит, в натуре без головы сидишь. Вот что она скажет на это? Как быть? Ты такой. Да, я забыл голову дома. Все, она встанет в ступор. Она не будет знать, что говорить. Мой класс. С виду, на самом деле. Твой класс цыплята? Давай, кто быстрее добежит до дома, тот и победил. Давай. Черт. Кто нашел 7 пан, ставит лайк. Так, раз, два, три, я вижу. Ну, остальные сами ищите. Можете поставить видео на паузу. А это, друзья мои, двор будущего. Аквапарк в каждом дворе. Рядом палатка со сладкой ватой, хот-догами и попкорном. Посмотрите на выражение лица собаки. Той, которая настоящая. Она в шоке от такого хозяина. Эй, не плачь. Откуда ты знаешь, что я плачу? Я это почувствовала. Блин, ты настоящая подруга, спасибо, что ты есть, я люблю тебя. Ты дура пьяная, я с тобой в такси еду на заднем сиденье. Мам, я решил жить отдельно от вас с папой. Ну, тогда поздравляю, сынок, с началом самостоятельной жизни. Спасибо, ваши с папой вещи я уже собрал. Если ты нажимаешь на кнопку, в мире умирает один случайный человек. Но ты получишь 1 миллион долларов. Кто-то пишет, с моим везением этим первым случайным человеком буду я. Послезавтра сегодня. Через позавчера, но через день до этого, на неделю назад, вперед месяц. Пакет нужен? Карта магазина есть? Хотите завести? Товар по акции не нужен? Фишки собираете? Почему вы хотите купить себе колбасу именно у нас? Кем вы ведите себя через 5 лет? Столица Руанды. 6 букв, 2 и. Да, тема жизненная. Реально, когда приходишь в магазин, тебя просто засыпают вопросами. Я иногда просто складываю товары в пакеты и вот так вот трясу головой в разные стороны. И нет, 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 столицу Руанды, не знаю. А как ты говоришь? Матем, матиша, математика. Никто не говорит математика. Мы все время говорили матика или матан, чем-то такое. Словами не передать, какая ты красивая. Спасибо. Но цифры вполне могут. 2 из 10. Мужчина в магазине. Женщина в магазине. Когда выбираешь между дожиком и шаурмой. Чувак, однозначно шаурма. Блин, потому что в шаурме есть мясо. В шаурме есть овощи. В шаурме есть тесто. В шаурме есть, блин, шаурма. В шаурме и шаурме это круто, а в дожике нет шаурмы. Ты королевой в жизни. Норм, потусили, белоснежка, а я тебе позвоню, может быть. Я вообще-то золушка. Да, без разницы. Жил с девушкой. Когда расстались, она мне изменила. Выкинул ее вещи в мусорный бак во дворе дома. Теперь каждое утро вижу бомжа в ее лосинах фиолетовых. Учеба плюс сон равняется нет друзей. Сон плюс друзья равняется нет учебы. Друзья плюс учеба нет сна. Боже, что выбрать? Пацан к успеху шел. Бородатый пацан. 70-летний. У меня компьютер не работает. А ты пробовал кнопочку включать такую большую? Да, все равно не работает. А в розетку включен? Не знаю, сейчас фонарик возьму и посмотрю. А фонарик зачем? Да, свет отключили просто. Когда по темноте идешь домой и слышишь сзади чьи-то шаги. Алло, мам, что говоришь? Папу думайора повысили? Круто. Что? Брат встретит. Как его соревнования по боксу? Ух ты, золото. Ну хорошо, давай. Иван пишет, а мужик сзади догоняет и говорит, девушка, вы телефон обронили. А ты такая идешь и просто по руке разговариваешь. Блин, что-то котик не похож на Симбу совсем. И мартышка обдолбанная. А тут мужик, видимо, решил просто лечь поспать. Ну как лечь, сесть поспать. В свою же собственную сумку. Или пацан, непонятно. Судя по шкафчикам, это какая-то американская школа. Может он проспорил? А может быть это директор школы? Так скучно. Мне тоже. Слушай, у меня есть идея. Расскажи. Окей, только ты не удивляйся. Блин, кто это выдумал? Что за бред? Сейчас прикинь, тебе придут медведи. И изгонят их, скажут, это наше место. Мы тут рыбу ужрем. Таксист во время чемпионата мира. Мне кажется, или он одет в Роллтон? Хотя, что говорит, Роллтон дороже золота. Заботливый сосед. Ребята, вы что, съехали? Ваш Wi-Fi не работает. Надеюсь, он, в смысле, вы в порядке? Я за то, чтобы в школе давали шаурму. Да хрен там, тебе будут давать тухлый кисель, очищенные яйца зелёные. И какую-нибудь капусту, блин, квашеную. Когда узнал, что в Исландии нет комаров. Всем пока! На кубе за убийство коровы могут дать до 15 лет тюрьмы. Данил пишет. А в тюрьме кормят говядиной. Ты знал, что чем больше Е имеется в привет, тем больше человек заинтересован в себе. С учётом сказанного привет, прив. Чувак, тебя отписали. Здравствуйте, я представитель компании Арифлейм. Не хотите купить товар по скидке? И ты просто сжигаешь хату и убегаешь. Боже, вот тут реально можно человека седым оставить. Представляете, какой тут грохот будет? Это гудок, который очень громко гудит. Весьма странная фотография. Возможно, какое-то посвящение студентов новых или выпускной. В общем, сегодня передавали дождь. Делал так? Нет, я так не делал, но я клеил их куда-нибудь на руки себе. Ну, не на лоб. Можно кому-нибудь на спину приклеить. И сзади ходить смеяться. Типа это так смешно. Самые большие скорости. Школьники в столов. 9999 метров в секунду. Школьник-телепорт. Выступает российская фигуристка Евгения Медведева. Она такая, да ну вас нахрен, я устал, я хочу спать. Скоро в Россию. Что за? 20 рублей. Ладно, поехали все по работикам. И сзади так бежишь и за проезд передаёшь. Только у царя розетка возле кровати. Да, розетка возле кровати это реально роскошь. Чем отличаются апартаменты люкса от обычных? Тем, что в люксе розетка возле кровати. Я не понимаю, что-то происходит, зачем это, кто это, что это, что это за хрень. Смотрится криповенько. А может быть мужик линяет, он сбрасывает свою шкуру и... Ну как пауки там, не знаю. Когда семиклассники устроили драку с жирным пятиклассником. А вы тоже? Пропустили это число и читали дальше. Да, чёрт, я... Ну ладно, ладно. В тот момент, когда ты остаёшь с ночёвкой друзей, и они забыли дать тебе одеяло. И ты влез в кровать, прогрыз её. Графический планшет моего детства. Алексей пишет. Как бесило, когда он до конца не стирал. И ты рисовал прям поверх старого. Ужас. Когда ночью пошёл попить бегом в кровать от монстров, которые почему-то появляются у тебя в квартире ночью, но ты их никогда не видел. В детстве я был очень рисковый и писал домашку сразу в чистовик. Кто-то пишет. В детстве я был настолько рисковый, что делал домашку, пока училка проверяет тетради. Кто-то ещё пишет. Я настолько рисковый, что вообще не делал домашку. Дмитрий пишет. Питерские разборки. Сквидвард похож на Ктулху. А может быть Сквидвард это и есть Ктулху? Или сын Ктулху? Что это? Любовь Спервзг. Любишь меня? Да. Ты откуда? Лас-Вегас. Это где? Таджикистан. Ну ничего необычного, просто бомжи готовят себе тосты. Школьная площадка в 1910 году. А ведь раньше дети были намного смелее. Кто-то пишет. Особенно этот, которому не страшны падения с высоты. Реально убийственная площадка. Все же в детстве страдали такой фигнёй. Блин, я страдал такой фигнёй. Тот, кто её в детстве растишку? Я. А теперь представьте, что если бы все дети были бы такие перекачанные монстры от растишки. Как раз им на ту площадку детскую можно. Лютую. Когда умеешь отдыхать, даже на школьном утреннике. Кто-то пишет. Так они просто горшки с луком показывают? Кто-то ещё пишет. Не порть всё, я даже не заметил. Да ладно, я думал это бокал с каким-то дорогим напитком, с трубочкой. Это реально просто горшок с луком. Да не горшок, это стаканчик пластиковый с луком. Но чувак на фото вообще чёткий получился. Трейлер фильма? Сам фильм. Максим пишет. Режиссёр фильма. Это режиссёр Свинки Пеппы, стопудово. Или сценарист. Как раз он всеми конечностями пишет одновременно 4 сценария к 4 разным сериям Свинки Пеппы. Какой стакан наполнится первым? Кто-то внизу пишет. Никакой дебилы, крышку откройте. Окей, давайте предположим, что мы с вами открыли крышку. Тогда какой стакан наполнится первым? Свои варианты пишите в комментариях. Прикольный браслетик. Может сделать каждый. Подходишь обратно к кассе и говоришь, извините, вы что-то перепутали. Они так смотрят. О, простите, у нас тут сотрудник первый день работает. А может быть это новая технология, новый дизайн, русский язык и литература. Да ладно, это же змейка в реальной жизни, та самая. А если она сама себе в хвост режется, она сдохнет, интересно? Хватит убивать Аленок, чтобы делать из них шоколад, Семён пишет. Хватит убивать газели, чтобы делать из них газель, Андрей пишет. Хватит убивать зебр, чтобы делать пешеходный переход. Тот английский, которому нас учили в школе, понимают только те, кто учился в нашей школе. Дмитрий Игоревич, помилуйте, в физике я знаю только ваше имя. Это, значит, контрольное. И ты вместо решения задач по физике вот это вот пишешь. И надеешься, что тебя помилуют. Внизу комментарий. А препода зовут Галина Николаевна. Разговор пессимиста и оптимиста. Фу, жара, отстой. Ну и хорошо, лето же. А теперь холодно, фу. Так хорошо, не жарко. Снова понедельник, опять на работу. Отлично, денег заработаешь. Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь. Ура, ура, мы идём нырять. За стенку меня живёт сосед мечты. Однажды он попросил мой ВК и вечером написал, мол, Так и так, сегодня ночью бухаем. Будет музыка, потом ускидывай песни, а то всё равно хрен уснёшь, так хоть под треки любимые. Этот пост посвящается тем, кто сначала обувается, а потом ходит по квартире и собирает всё то, что забыл взять. Кто-то пишет. А как же снять один ботинок и допрыгать? Друзья мои, вы как делаете, сразу собираетесь? Или потом ходите в обуви по квартире, или в одном ботинке прыгаете? Из всех диснеевских персонажей я ассоциирую себя со стичем, потому что я вроде прикольный, но злой как сатана. Из того, что говорю, нихрена не понятно. Я тоже постоянно синий, и вообще та ещё псина. 13 августа. 74 июня. Егор пишет. Так хотя бы не настолько больно. Это, ребята, если продолжить счёт июня. Не переходить на следующий месяц. Нахрена ему эти робоноги? Он и так везде проедет. Ночью мужик залез в Павловский дворец. Четыре часа спал и бухал в покоях императрицы. А в конце украл статуэтку за 5 миллионов рублей. Это он решил оттянуться, почувствовать себя императором. Дорогие друзья, если вы начнёте подписаться, то мои видео будут искать ваши линии рекомендации и поднимать вам настроение. Наверное.